Тема урока «Мы во Вселенной. Как устроена Солнечная система? Как устроена наша планета?» Солнечная система составляет лишь очень малую часть Вселенной, состоящей из множества звёздных систем, галактик. Одна из них, наша, её так и назвали «Галактика» или «Млечный путь» от греческого слова «галактикос» – «молочный». Ночью на звёздном небе мы видим белёсую полосу, похожую на дорожку из разлитого молока. Это и есть «Млечный путь» – ребро гигантского вращающегося диска – галактики. В нашей галактике сосредоточено более 100 миллиардов звёзд. Солнце – одна из них. Эта раскалённая вращающаяся звезда даёт нам свет и тепло. Вокруг Солнца по орбитам, близким к окружности, обращаются 8 планет, в том числе наша Земля. Орбита – это путь движения небесного тела. Планеты вращаются в одном направлении и практически в одной плоскости, но с разной скоростью и на разном расстоянии от Солнца. Солнце, планеты со своими спутниками и другие космические тела – астероиды, кометы и так далее – образуют Солнечную систему. Среднее расстояние от Земли до Солнца – около 150 миллионов километров. От Земли до Луны – 384 тысячи километров. Между Землёй и Луной, как и между всеми космическими телами, существует притяжение, благодаря чему бывают приливы и отливы в океанах и морях. Всё, что происходит на Солнце, на Земле и на других планетах, взаимосвязано и подчиняется сложным космическим законам. Модель устройства мира, в которой Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца, предложил в XVI веке польский астроном Николай Коперник. Эту систему назвали гелиоцентрической, от греческого слова «хелиос» – Солнце. До этого была принята геоцентрическая система Птолемея, который ошибочно полагал, что шарообразная Земля неподвижна, а Солнце вращается вокруг неё. Наша галактика – часть Вселенной, Солнечная система – часть Галактики. Земля – планета Солнечной системы. Земля имеет шарообразную форму. Она слегка сплюснута с полюсов. Подобную форму Земли учёные назвали геоидом. Площадь поверхности Земли – 510 миллионов квадратных километров, и большая её часть покрыта водой. Над водой выступает суша – 6 материков. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида. Сушу земного шара с давних времён делят не только на материки, но и на исторически сложившиеся части света. Частей света тоже 6. Материки Северная и Южная Америка образуют часть света Америку, а на одном материке Евразия находятся две части света – Европа и Азия. Здесь находится наша родина – Россия. У Земли есть природные оболочки – твёрдая – литосфера, водная – гидросфера, воздушная – атмосфера и сфера жизни – биосфера. Земля – единственная известная планета, где существует жизнь. Взаимодействуя между собой, все оболочки вместе образуют географическую оболочку. Мы будем изучать каждую оболочку в отдельности и их взаимное влияние друг на друга и на человека. Земля имеет шарообразную форму, названную геоидом. Земная суша делится на материки и части света. Оболочки Земли – литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера.